Запрет молдавским полицейским передвигаться по бендерам в служебной форме Очередная провокация со стороны Молдовы и налаживание связей с Украиной Обзор политических событий Парламентарии отклонили законодательную инициативу президента о статусе депутатов Аргументы так и остались неуслышанными Долгожданная свобода до Дня Победы остается меньше месяца В столице отметили День освобождения Чужих детей не бывает В Приднестровье порядка трех тысяч детей ждут свою семью Дети и алкоголь Еще несколько десятилетий назад об этом никто не говорил Но сегодня молчать нельзя Служить или не служить Призывная кампания в республике в самом разгаре Неразделенная любовь На что идут отвергнутые влюбленные И что получится, если объединить Кантри, ритм и блюз, госпел и буги-вуги 13 апреля отметили День рок-н-ролла Здравствуйте! Как всегда, в воскресенье ровно в 21 час В студии Ольга Петракова о самых важных событиях в республике И за ее пределами будем говорить в программе Точка отчета Глава госадминистрации Бендер на неделе запретил молдавским полицейским Передвигаться по городу в служебной форме Они, в свою очередь, устроили очередную провокацию Попытались вывести из Бендер задержанного гражданина Приднестровья В самой Молдове президент наконец-то определился с кандидатурой премьер-министра А в Террасполь налаживать сотрудничество приехали депутаты Верховной Рады Украины Следить за всеми событиями и объять необъятное в политическом обзоре За неделю попытался Андрей Малеванный Сотрудники молдавской полиции в Бендерах уже более 20 лет Они ни за что не отвечают, подчиняются законам другого государства Их количество неуклонно растет, что приводит к постоянной напряженности На этой неделе руководство города решило пойти на кардинальные меры И запретило молдавским полицейским появляться на территории Бендер в форменной одежде В случае нарушения этого решения на территории города Бендер Сотрудники полиции будут задерживаться и препровождаться в управлении внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики Для разбирательств и выяснения с ними по сути и дальнейшей передачей в правоохранительной системе Республики Молдав Исполнять решение главы госадминистрации Бендер будут сотрудники Приднестровской милиции Регламентирование работы молдавской полиции в Бендерах на неделю обсуждали на общественно-экспертном совете в Приднестровском МИДе Где признали, что эта проблема требует скорейшего разрешения Полиция в Бендерах это то ружье, которое висит на сцене с первого акта Если его вовремя не снять, оно обязательно выстрелит Поэтому надо приводить сегодня в соответствие с договоренностями количество полицейских, их территории, их деятельности Молдавские полицейские, конечно же, заявили, что не намерены подчиняться решению главы Бендер и отказываться от ношения формы Реакция молдавских властей была довольно бурной, но не конкретной Предпримем все необходимые меры для исправления данной ситуации Это провокация, способствующая напряжению ситуации Ее целью является попытка спровоцировать некоторые реакции и действия Обвинения в провокациях типичны для подобных случаев Но кто именно занимается подобными действиями, наглядно продемонстрировали молдавские полицейские В тот же день, когда глава Бендер подписал резонансный документ На пограничном посту на Варницком направлении произошел очередной инцидент с их участием Молдавские полицейские задержали и пытались вывезти в Молдову гражданина Приднестровья Попытку пресекли пограничники Казалось бы, на все эти события должна была незамедлительно отреагировать Объединенная контрольная комиссия Однако на прошедшем на этой неделе заседании стороны решили обойти острые углы И ограничились лишь обменом мнениями Все-таки полиция должна работать по территориальному принципу, значит на Варнице Юристы должны дать оценку, как могут работать сотрудники правоохранительных органов На другой территории, но по своим законам Это с юридической точки зрения объяснить достаточно непросто Молдавские юристы сегодня заняты решением другого важного вопроса Лидер либеральной партии Михаил Гимпу обратился в Конституционный суд с запросом Законно ли Влад Филат занимает пост исполняющего обязанности премьер-министра? Но политическая жизнь в Молдове так же нестабильна, как весенняя погода И пока Михаил Гимпу нес заявление в суд, статус Влада Филата изменился Президент Николай Тимофти назначил его кандидатом на пост премьер-министра Большинство депутатов, с которыми я говорил, выразили желание, чтобы Молдова продолжила политику евроинтеграции И Влад Филат может продолжить этот процесс Напомним, парламент отправил в отставку правительство Влада Филата чуть больше месяца назад В течение этого времени Николай Тимофти искал ему замену, но не нашел Это назначение для меня большая честь и ответственность В ближайшие дни я пообщаюсь со всеми партиями и депутатами, чтобы заручиться поддержкой А поддержку Владу Филату готовы оказать пока только его однопартийцы В течение предстоящих 15 дней Влад Филат должен сформировать кабинет министров После этого парламент Молдовы в течение 45 дней должен утвердить новое правительство Они найдут консенсус, их заставит это сделать Запад, Шубель с его кредитами и грантами, который пугает всех коммунистами Если Молдова никак не может справиться с внутриполитическими проблемами В Приднестровье сосредоточены на взаимодействии с зарубежными партнерами В среду президент Приднестровья побывал в Москве, где встретился с заместителем министра иностранных дел России А уже в четверг Евгений Шевчук принимал в Тирасполе российскую делегацию Во главе с помощником заместителя председателя правительства России Дмитрием Лоскутовым В ходе встречи обсуждалась реализация российских гуманитарных проектов в Приднестровье Мы чувствуем всегда поддержку, активную работу аппарата Дмитрия Олеговича по различным направлениям Надеемся, что мы сможем в таком тесном взаимодействии в скором времени разрешить наибольшее количество проблем Средства Российской Федерации выделило дополнительные на развитие транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства Сейчас основная задача у нас посмотреть, как мы наиболее эффективно, прозрачно сможем эту работу организовать Если российские партнеры в Приднестровье частые гости, то украинские депутаты Верховной Рады на этой неделе посетили Тирасполь впервые Председатель межфракционной группы по взаимодействию с Приднестровьем Сергей Гордиенко и его коллега Игорь Алексеев приехали, чтобы познакомиться с руководством Приднестровья и наметить направление сотрудничества Мы составим четкий план сотрудничества и будем действовать, учитывая еще и тот немаловажный факт, что в этом году Украина председательствует в ОБСЕ У меня есть соседи, соседи должны жить в мире, в согласии, соседи должны решать все эти вопросы, которые ставят перед ними жизнь Оба украинских парламентария представляют Коммунистическую партию Украины Они говорят, на площадке межпарламентского сотрудничества Приднестровья, Украина и России можно обсуждать в том числе и интеграционные процессы на постсоветском пространстве В Приднестровье уже запущен процесс евразийской интеграции В пятницу в Тирасполе прошла презентация медиа-центра «Евразийское Приднестровье» В Министерстве иностранных дел разработана концепция евразийского региона Приднестровья И данный медиа-центр «Евразийское Приднестровье» – это информационная составляющая этого более масштабного проекта Который, как мы надеемся, приблизит нас к включению в евразийские интеграционные процессы Кроме информационной составляющей, на медиа-центр возложена функция экспертно-аналитической площадки Которая должна способствовать решению вопросов, возникающих на пути евразийской интеграции Приднестровья Андрей Малеван, Егор Бекерский, Точка отчета Евгений Шевчук предложил перевести приднестровских парламентариев на постоянную основу работы Парламент любой демократической республики формируется на основе представительства народа государства Поэтому каждый народный избранник должен, по мнению президента, концентрировать свои усилия на обеспечении интересов избравших его граждан Но не в направлении достижения собственных, личностных и материальных выгод Тем более сейчас, когда экономическая ситуация в республике требует формирования ответственной, профессиональной и оперативно реагирующей власти На неделе депутаты Верховного Совета рассмотрели законопроект и решили его отклонить Почему, расскажет Инна Сипита Депутату стоит сосредоточить свое внимание все-таки на государственной деятельности И он должен быть профессионалом в этой сфере для того, чтобы, скажем так, все свое время и все свои возможности и силы уделять именно этому вопросу Бизнес это второстепенный член, я считаю А второе, что именно депутатские деятельности, они обязаны выполнять свои обязанности Только своей депутатской работой Так в России постановили, сейчас у них это строго проверяется Так и у нас должно быть Не может быть власть, властвовать, как говорится, делать из себя коммерсантов Это противозаконно Сейчас 22 из 43 действующих депутатов Верховного Совета совмещают законотворческую деятельность с другой работой В марте месяце, обращаясь к органам государственной власти и народу, президент указывал, что это неверное распределение потенциала Государству нужна ответственная и профессиональная власть Евгений Шевчук тогда сообщил, что внес на рассмотрение парламента законодательную инициативу, где предлагается перевести всех парламентариев на постоянную основу Реализуя данную идею, надеюсь, мы вскоре ощутим приток новаций депутатского корпуса, который вольется на постоянную основу в ряды Верховного Совета Добрая половина которого сегодня работает в бизнесе и частично отличена от основной задачи выработки государственных решений Идея перевести депутатов на постоянную основу работы не нова Так действуют парламенты России, Украины, Молдовы и других стран СНГ и Евросоюза Верховный Совет Приднестровья – единственный орган, который формирует законодательную базу республики И переход на профессиональную основу всех парламентариев повысит качество работы, считают авторы инициативы Основной целью данного законопроекта является достижение максимальной концентрации усилий депутатского корпуса в целом И повышение уровня непосредственного участия каждого депутата в отдельности при решении поставленных государственных задач Предлагаемый проект – аналог уже действующего, причем эффективно, закона о статусе депутата Госдумы и Федерального собрания России Из него разработчик взял лучшее, добавив положения, актуальные для нашего государства В законопроекте расписаны права и обязанности преднестровских парламентариев, социальные гарантии Концептуальный момент – депутаты должны работать на постоянной основе Депутаты, которые работают на непостоянной основе, должны были определиться со своим выбором То есть продолжить свою депутатскую деятельность на постоянной основе Отказавшись от деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, в качестве руководителей коммерческих организаций или иных видов деятельности И посвятить себя полностью работе, связанной с законотворческим процессом Обсуждали на сессии данную законодательную инициативу более часа Депутаты во мнение разошлись Документ вызвал у народных избранников множество вопросов Основной – целесообразность инициативы На сегодняшний день Верховный Совет не располагает ни одной служебной квартиры И сегодня, например, депутат Бычкова два с половиной года ютится на квартире практически за собственные деньги И мы не можем решить этот вопрос А если мы перейдем на постоянную основу, тогда будет значительно больше людей, которые будут нуждаться в том, чтобы их обеспечить служебным жильем Судьи, правительство, администрация президента Эти ветви власти, работники ветви власти работают на постоянной основе Чем, на ваш взгляд, депутаты нашего парламента находятся в более привилегированном положении Почему они имеют право и правильно ли это, что они, не работая на постоянной основе, 8 часов в день, числяют свою деятельность Директора, совмещаясь с депутатской деятельностью, приносят гораздо больше, чем те, которые просиживают 8 часов Мы переведем на 43 человека на персональную основу Как это поможет нам выплатить заработную плату всем работникам бюджетной сферы? Летом в частности Еще один концептуальный вопрос, о котором по каким-то причинам в процессе обсуждения парламентарии не говорили В законопроекте предложен и антикоррупционный механизм Он предусматривает обязанность депутатов предоставлять сведения о доходах и расходах И запрещает и мечета, и собственность за рубежом Лицо, которое хранит свои средства и вкладывает свои денежные средства в имущество на территории Принсковской Республики Будет, по мнению автора, делать все возможное для того, чтобы повысить благосостояние не только республики, но и граждан в целом По мнению главы государства, такое нововведение повысит уровень прозрачности деятельности парламентариев и степень доверия населения к власти Введение аналогичной нормы рассматривают и в Госдуме России И уже вокруг некоторых российских депутатов, у которых обнаружили зарубежные счета, разгорелись скандалы Вплоть до лишения мандата Приднестровье же еще 6 лет назад решило идти по пути гармонизации с этой страной Можем ли мы сегодня сравнивать себя вообще с Российской Федерацией? Мы даже не можем себя сравнивать с федеративным устройством Поскольку у нас, во-первых, разные формы правления, территориального устройства, различные налоговые бюджетные системы Разный уровень благосостояния наших граждан Мы что, ставим под сомнение результаты референдума? Это не текущий вопрос, это даже не налоговое законодательство Это концептуальный вопрос эффективности работы органов власти Если ты хочешь заниматься политиком, значит временно оставь бизнес Так во всем мире делается И в России, правильно говорили, и на Украине В законопроекте многое взято из российского аналога Но есть и отличия Например, в Приднестровском варианте четко закреплена обязанность депутатов Рассматривать все обращения избирателей и вести личный прием граждан Причем строго в сроки, установленные регламентом Верховного Совета Я считаю, что депутат должен быть, безусловно, доступен для своего народа И он избрал эту деятельность, он должен быть готовым к тому, что он должен общаться со своими избирателями И отчитываться о своей деятельности Потому что это все-таки народный избранник И, скажем так, мы должны знать, что он делает для нас И на что мы можем, скажем так, рассчитывать, и что он нас ждет в будущем К сожалению, это только от выборов к выборам Когда они там баллотируются на второй или на 22 срок, и они появляются Вот я живу здесь недалеко, и я не вижу, конечно, только по телевидению, видите, все Они абсолютно, по-моему, не готовы и не хотят этим заниматься Депутат есть депутат, он должен всегда помогать людям и услышать их мнение Люди совершенно не имеют к политике никакого отношения, но все пытаются занять там какие-то места Так что, я думаю, если каждый политик компетентен в своем вопросе, пускай он общается с народом Сегодня в Российской Федерации депутаты по закону могут направлять депутатские запросы Правительству, Центральному банку, Следственному комитету, Центральной избирательной комиссии, Счетной палате и другим ведомствам, но не президенту Глава государства, арбитр между ветвями власти В таком же виде данную норму предложено ввести и у нас Но приднестровские парламентарии считают, применять ее в наших реалиях не стоит В законопроекте президент предложил уточнить объем депутатской неприкосновенности То есть четко определить, что парламентарии должны нести ответственность за нарушение закона Если оно не связано с депутатской деятельностью Иначе говоря, как и любой гражданин Приднестровья, народный избранник может нести уголовную или административную ответственность Неправильно применяется институт неприкосновенности в тех случаях, когда лицо освобождается от уголовной, административной или ингредиентов ответственности За деяния, совершенные им при осуществлении предпринимательской деятельности Или за деяния, которые совершены им из иных личных интересов По мнению парламентариев, реализация закона увеличит бюджетные расходы и вызовет напряжение в обществе Наибольшее опасение вызвал срок вступления в действия закона Депутаты считают, делать это в середине электорального периода нельзя Нынешних парламентариев выбрали только 2,5 года назад Они опасаются, новые условия могут парализовать работу законодательного органа Допускаем такой вариант, что все депутаты примут решение сложить в себя полномочия Что происходит? Происходит, что высший законодательный орган Приднестровской Молдавской Республики не сможет работать У нас элементарно не будет кворума Мы не сможем собраться, мы не сможем принять ни одно решение Парламент после принятия данной законодательной инициативы Будет вынужден приостановить свою деятельность И проведение дополнительных выборов, на что потребуется еще полгода Не сможет реализовать свои цели и задачи Из 22 человек, если бы они хотели работать на постоянной основе Они бы с первого дня работы, они бы пришли на постоянную основу Но из каких-то соображений, для каждого, для них понятным Они не пошли работать на постоянную основу Большинство парламентариев посчитали инициативу преждевременной Аргументов как за принятие законопроекта, так и за отклонение было много Точку в спорах поставило голосование Устройство Приднестровского парламента останется прежним 10 депутатов поддержали инициативу, 23 высказались против Это значит, часть парламентариев по-прежнему будет совмещать законотворческую деятельность с коммерческой Инна Сипита, Егор Бекерский, Александр Бондарь, точка отчета До Дня Победы остается меньше месяца 9 мая 45-го, думаю, один из самых главных дней в истории многих государств В том числе и Приднестровья Великая Отечественная внесла свои коррективы Сотни, тысячи, миллионы семей Массовые казни, пытки, болезни, голод и постоянный страх за себя и близких В такой атмосфере жители Тирасполи прожили почти три года С лета 41-го по весну 44-го За это время погибло 4000 человек А сам город был разрушен почти наполовину Долгожданную свободу принесла советская армия в ночь с 11 на 12 апреля С тех пор для тирасполчан этот день – одни из главных праздников День освобождения – это почти как День Победы Только не общий, а свой личный праздник У тирасполчан его принято отмечать на мемориале славы, где захоронены воины советской армии А совсем рядом еще одно, пусть и не обозначенное монументами, но памятное место в истории Тирасполя На берегу Днестра, где сегодня любят отдыхать горожане, 70 лет назад расстреливали людей Вот здесь между городским пляжем и паромом, здесь в течение этих лет в нескольких местах Производили расстрелы еврейского населения Есть воспоминания тирасполчан об этом Взрослых стреляли на детей штык, экономили боеприпасы И есть сегодня очень важное такое общественное движение за установку памятника жертвам Холокоста Потому что есть уже в Бендерах, есть в Дубасарах, нет пока в Тирасполе И одно из наиболее вероятных мест – это вот набережная Днестра Особенно массовыми расстрелы становились перед отступлениями немцев Большие захоронения были найдены в районе нынешней Бородинки, на Кировском и в Суплейском карьере Всего за неполных три года погибло около 4 тысяч человек Железнодорожный вокзал – еще одно памятное место в военной истории Тирасполя Борьба за стратегическую точку началась задолго до освобождения города Тот же Антонеско, который трижды бывал у нас в регионе И тот же профессор Алексиан, который был генерал-губернатор у Торс-Нистии По Бессарабии они двигались по железной дороге Они прибывали в Тирасполь Здесь, в Тирасполе, они пересаживались на самолет И через территорию левобережного Приднестровья, вот эти степные районы украинские в Одессу Летели самолетом, потому что никто не мог дать им гарантии, что на железной дороге будет спокойно и не будет диверсий Диверсии устраивали и члены подпольных групп Ежечасно, рискуя собственной жизнью, они делали все, чтобы помочь Красной Армии изгнать врага Долгожданную свободу жители Тирасполя обрели в апреле 44-го Бои проходили в ночное время, с 11 на 12 апреля И уже в три часа ночи рядовой Мамедов первым водрузил Красное Знамя над зданием нынешнего театра По сути дела, это означало, что город перешел под контроль частей Советской Армии Три года ждали освобождения, ждали своих освобождителей, дождались И, конечно, это была радостная весна освобождения Я как-то написала, три года боли, страха и отваги, и тревоги Мы ждали вас, и вы до нас дошли Среди тех, кто дошел, был и Борис Челышев Бывший разведчик 17-й воздушной армии принимал непосредственное участие в освобождении Тирасполя В отличие от бумаги, его воспоминания времени не подвластны Мы вклинились в Тирасполь Во-первых, разрушен город Там пылает, не столько пылает, сколько дым идет, большой дым Часть театра разрушена В части прячутся наши солдаты Как картина стоит перед глазами И пылающая Тирасполь В отличие от Одессы, Тирасполь не был крупным укрепрайоном Но город сыграл важную роль в подготовке к знаменитой Яско-Кишиневской операции В части 37-й армии, выбив немцев из города, сходу приступили к форсированию Днестра Было достаточно сложно переправиться на тот берег, но, тем не менее, быстро навели понтонную переправу Плюс использовали деревянный мост, который был И сумели захватить плацдарм в районе нынешних сел Кицканы и Копанка Именно с этого плацдарма началась Яско-Кишиневская операция В ходе которой была освобождена Молдавия и Измаильская область Украины И выведена из войны Румыния Но это уже другая страница истории Великой Отечественной войны Юлия Горлова, Алла Чумаченко, Тимофей Чикан, Юрий Прошичев, проект «Точка отчета» В честь освобождения Тирасполя в столице прошла легкоатлетическая эстафета Кстати, такие соревнования проводятся с послевоенного 48-го Этот год стал юбилейным 65 лет спустя эстафета стала самым массовым столичным стартом А количественный состав участников традиционно превысил отметку в тысячу спортсменов Что сплотит легкоатлетов крепче эстафетной палочки и многолетней традиции Большая эстафета, как и во все годы, полностью соответствовала масштабу праздника Это те школьники, учащиеся средних специальных высших учебных заведений города и республики Которые участием в эстафете поддерживают ветеранов Поддерживают ту память о дне освобождения города Тирасполя Которую мы все должны чтить и 12 апреля проводить это мероприятие С целью сохранить ту историческую память о нашем городе, о наших победителях, которая есть у нас Соревнования проходили на главной улице столицы Основные события разворачивались непосредственно на площади Суворова Здесь спортсмены стартовали, а участники 19-го этапа пересекали финишную линию Праздничная эстафета состояла из семи забегов, разбитых по отраслевому принципу Простым языком – длинный спринт Каждый спортсмен пробегает от 150 до 250 метров Ну это просто пересеченная местность У кого-то легче забег, у кого-то тяжелее То есть тут уже он ничем не отличается от прошлого года И вот такой этап мы бежим в течение уже лет, наверное, 5-6 До этого чуть-чуть меньше была дистанция Такую трассу без специальной подготовки пробежать сложно В некоторых командах участники даже проходили специальный отбор Но даже лучшие не избежали неприятностей К примеру, в забеге средних учебных заведений В последние секунды спортсмен сделал то, чего больше всего опасались участники А именно лег на финиш Я шел второй, к сожалению, не догнал его, пришел второй на финиш Забег общеобразовательных школ считается самым массовым Традиционно в нем принимают участие все школьники города В этом году на старт вышло рекордное количество спортсменов 21 человек Команда седьмой школы захватила лидерство уже на старте И не упустила первое место вплоть до финиша А тут, скорее всего, сыграла свою роль спортивная направленность учебного заведения Конкурентами у нас являлись четвертая школа, где также присутствуют спортивные классы Ребята, которые занимаются легкой атлетикой, футболом, игровыми видами спорта У нас в школе таких классов шесть И в основном ребята, ну есть из гуманитарных классов В основном ребята спортивного отделения участвуют в этой эстафете А вот спортсмены физвоза – традиционные фавориты забега среди вузов Этот год не исключение 19 этапов дистанции студенты преодолели за 9 минут и 36 секунд Многократные победители – сборная промышленно-экономического техникума На вершине 8 лет подряд Я сама лично участвую в этих соревнованиях уже не первый год Можно сказать, уже четвертый Я очень горжусь, что мы побеждаем постоянно на этих соревнованиях И мы кроме этих соревнований побеждаем еще во многих видах спорта О своей надежности еще раз напомнили сборные военизированных подразделений В принципиальном соперничестве силовых структур В этом году победителем оказалась команда Министерства обороны Всего на одну секунду опередившая представителей Министерства внутренних дел Для многих эта победа стала первой Я впервые участвую и я доволен своим результатом Как бы всей командой Сборная Министерства обороны еще установила новый рекорд Ее результат 8-41 Помимо грамоты и Кубка Рекордсмены трассы были отмечены специальным призом От газеты «Днестровская правда» Кроме того, победителями в своих забегах Стали команды Аграрно-технического колледжа И профсоюза работников народного образования Независимо от результата Удовольствие и пользу от соревнований Получили абсолютно все участники Юлия Сорокопот, Дмитрий Дьяков, Николай Беркиншток, точка отчета 133 миллиона в мире Кто, где и почему Что с этим делать В Приднестровье около 800 сирот И порядка 2000 детей находятся в учреждениях патронатного типа Только вдумайтесь в эти цифры Это очень много Кто или что может помочь решить Наконец, раз и навсегда эту проблему Ведь дети Наше будущее, наша радость И наше горе Сиротство Когда со всех сторон сплошные трудности Трудно предотвратить Трудно адаптировать Трудно помочь Трудно даже усыновить Это Настя, мой ребенок Я ее никогда не брошу Для своих детей я буду очень хорошей мамой Планы и надежды Самые светлые, самые чистые Их истории очень похожи Только судьбы со статусом сирота Складываются по-разному Каждый ребенок имеет право на семью Приоритеты нашей республики От других стран не отличаются И все понимают Каким бы теплым не был детский дом Они должны быть дома С родителями Наши же граждане Мало активны В плане усыновления детей Мы можем говорить о том Что за прошедший 12-й год Из дома ребенка То есть это маленькие детки Это та категория Которая, как правило Усыновляется чаще всего Было отдано Под усыновление Не более пяти детей В Российской Федерации С начала года решили Стимулировать усыновителей Владимир Путин заявил Что необходимо устранить Все преграды Которые появляются у граждан Собирающихся принять ребенка В свою семью Облегчить саму процедуру усыновления Уйти от бюрократии И сократить почти втрое Сроки оформления документов В Принесровье Очередей на усыновление нет Сроки оформления такие же От трех до шести месяцев Здесь всего В списке 11 пунктов Среди них Медицинское заключение Акт осмотра квартиры Справки с работой С милицией Проверка родителей На благополучность После Многочисленные беседы С руководством учреждения И с психологами Многие хотят ускорить Быстро, быстро, быстро Давайте все Некоторые это мотивируют тем Что они из отдаленных районов Нашей республики Каменского Или Рыбинского района Тяжело ездить Их укачивает Там или еще что-то Знаете, нужно пережить Мне кажется Все трудности Почему? Потому что Женщина носит ребенка Девять месяцев Ей тоже очень сложно В Бендерском детском доме Как и во всех подобных Учреждениях Подбирают не ребенка Семье А семью для ребенка Здесь единственный В республике работает Центр семья Аналог курсов Приемных родителей В России К процессу подготовки Здесь вообще Относятся расчетливо Любви с первого взгляда Или искры Как в кинофильмах Между ребенком И потенциальным родителем Практически не бывает Говорят в учреждении Кто-то хочет Разнообразить свою жизнь Сделать ее ярче Кто-то хочет Укрепить семью То есть Люди приходят С разной мотивацией Не всегда Эта мотивация Полезна Для Создания Будущей семьи Система безопасности И коэффициент доверия Процесс усыновления На этапе подготовки Может затянуться Даже больше Чем на 6 месяцев Ведь в нашей республике Часто возвращают детей Когда ребенка Забирают в семью А через время Решают Отдать обратно В детский дом Например Потому что Он слишком активный Или потому что Плохо учится Один раз вернули ребенка Даже странно было Почему вернули Там по простой Такой причине Ребенок Который никогда Ничего не видел Ну живой Живых животных Не видел Вот цыпленочка Вот она там Где-то задавила Этого цыпленочка И родители страшно В общем Это самые Недовольные остались Преданные Беззаветно любящие Своих матерей Они ждут Ждут когда их заберут В семью Это неизменно Самая большая мечта Каждого Наше законодательство Оно такое же Как и в России Украине Не предусматривает Выплат усыновленному Ребенку То есть он лишается Всех гарантий Которые у него были На государственном уровне Со статусом сирота Система такова Если ребенок Находится в учреждении То на него Тратятся значительные суммы Если он отдается Под опеку Гражданам Физическим лицам То эти суммы Не тратятся Но Граждане В силу Своего материального положения Не всегда готовы Взять детей Только лишь потому Что у них нет Материальных возможностей Выходит Что государственная система Социальной защиты детей Нуждающихся в опеке Все это время Была направлена на то Чтобы освободить Семью от ребенка Государство Помогало не семье А ребенку Тем Что оно финансировало Его пребывание В закрытых учреждениях Специализированный дом Ребенка в Тирасполе Здесь выхаживают детей У многих из которых Страшные диагнозы На содержание одного ребенка Государством Выделяется От 4 тысяч рублей в месяц Бросивших родителей Здесь не осуждают Ведь по той же системе Государство Не предоставит им Такой финансовой поддержки Если больного малыша Оставить в семье Мы сейчас как раз Работаем над тем Чтобы финансирование Шло целевым образом За ребенком Независимо от того В какой форме Устройства он находится Сегодня мы говорим Как раз о необходимости Полного реформирования подхода То есть чтобы мы Мотивировали семью Оставить ребенка у себя Конечно в Приднестровье Есть много и удачных усыновлений Когда малыши обретают семью Их судьба складывается благополучно Некоторых даже удается вернуть В родную семью За последний год Больше 20 детей Вернулись к биологическим родителям Например одна из таких матерей Вы знаете Она очень сильно пила Она закодировалась Она вставила зубы Она такая прекрасная женщина Красивая Она просто растила по-другому Каждый раз Благодарит нас Говорит Спасибо большое И девочке все хорошо Как там ребенок Как дочь Все прекрасно Я работаю У нас все хорошо Мы сделали ремонт в квартире Мы сделали паспорта Мы выезжали на море Настя никогда не видела море Понимаете То есть вот Есть вот такое живое общение Мы понимаем Что и в этом направлении Тоже надо работать В детских домах Знают и помнят Каждого воспитанника Которого взрастели Или которого отдали Приемным родителям Их продолжают опекать Фактически даже После совершеннолетия В Приднестровье пока нет Единого банка данных Детей-сирот Им часто сложно Добиваться льгот И своих законных квартир В системе много ошибок Сколько понадобится Времени для решения Этих проблем И будет ли найдена Та идеальная формула При которой дети Никогда не будут страдать А может в первую очередь У нас должны быть Настоящие Папы и мамы Виктория Головина Роман Донец И Дмитрий Дьяков Точка отчета Детский алкоголизм Еще несколько десятилетий назад Об этом явлении Никто не говорил Но сегодня Во многих странах мира Это явление Настолько сильно распространено Что молчать о нем нельзя Только в России Официально пьют 11,5 тысяч детей 200 ребят Живут с диагнозом Алкоголизм И это только статистика По официальным данным В Террасполе на учете Стоит 15 подростков Из них С зависимостью лишь двое Но это опять же Только данные официальные На деле цифры В разы больше Пить не дала Ну пить Восемь лет Так Меня мама давала Потому что Что ты мешала? Ну моя мама Не тут зовет Она Украина Вот она Тоже Немного И меня давала Пить Ну покупала Давала У меня Мои друзья научили И я курил Сережа и Костя Костя учится в школе имени Макаренко Уже больше года У каждого из них Своя история Костя из Рашкова Каменского района Жил там с бабушкой Говорит Мама только иногда Приезжала и забирала К себе в Дубосары Семейная жизнь мамы С ее вторым мужем Не складывалась Рассказывает мальчик Они часто ругались А на Костю Внимание обращали мало Мать с Сочевым Довольно часто Ссорились И как бы Ну мне не нравилось это Я убегал С дома И я курил Сначала Ну так просто Потом уже Пошло Больше Как бы Когда нервничал тоже Когда мать с Сочевым Ругались Курил Успокаивался Костя говорит Что так продолжалось Долго Чаще всего Мальчик Которому было Тогда 11 Выкуривал в день Почти пачку сигарет Потом Говорит Пил вино На троих С друзьями Они распили Несколько литров У моего друга С которым я познакомился Там в Дубосарах Дома Ну У него не такой уж Дом И не богатый И не бедный Это Когда мы пошли к нему Там Ну У него Жил Один Мужик И мы С ним там Выпили Сереже Баран Учиться в РУВК Осталось 7 месяцев Сюда он попал За кражу Когда жил с бабушкой Так же как и Костя Прогуливал уроки Курил А еще Мальчик нюхал клей И часто выпивал Говорит Пристрастился к алкоголю Еще лет в 8 Когда жил с мамой Она вот когда покупала Или Дал Живала У друзей Она И пьет И нам наливала В стакан И мы пили тоже С ней А уже когда жил с бабушкой Сам в магазине покупал И несмотря на возраст Говорит Всегда продавали Даже не спрашивали Для кого И зачем О том Почему у ребенок Начинают употреблять спиртное Врачи до сих пор К единому мнению Прийти не могут Одни считают Алкогольная зависимость У детей возникает Если будущая мать Во время беременности Выпивала Установлено Что В первые 7 лет жизни Детей Которые были зачаты Родителями Состояния алкогольного Опьянения У 70% Из них Обнаруживаются Недостатки В физическом Психическом Развитии А еще Говорят врачи Очень важна Среда В которой растет Ребенок И семейные традиции Представим себе Такую ситуацию Отец Возвращается С работы Пьяным Веселым Подарки Ребенку Дарит Или Родители Устраивают Застолье Веселятся Громко Общаются Даже разрешают Или предлагают Ребенку Выпить Потом Этот ребенок В детском садике Во время Обеда Например Они имитируют Поведение родителей Тоже Начинают Громко Общаться Между собой Чокаются Компотами Тем самым Формируется Стереотип Отношения К алкоголю То есть для него Алкоголь Это праздник Это подарки Это веселье Это семья Кушнир Их маленькая комнатка Служит и кухней И спальней И прихожей Здесь живет Четыре человека Двое взрослых Отец и мать И двое детей Наталья Кушнир Рассказывает Ее дочь Ира Из дома Убегает часто Последний раз Девочку искали Почти сутки Мать говорит Из-за дочери То она и пьет Запоев не бывает Но вот горе Своей бутылкой Чего-то горячительного Заливает часто Когда последний раз Не пивали? Не Вчера Как сильно Как сильно Не двоих Или вы одна У нас за ухо Были соседки Да За ухо Даже не с вредной Петереки А в это время Дети где были? Возле меня Дома То есть они как Они видели То есть как Вы пиваете И так далее Мы видели Дети голубые А в доме По соседству Живет еще одна семья Мужчина говорит Не пьет уже Почти полгода И даже Нашел работу Но вот где дочь Его сожительница Не знает Девочку невозможно Застать дома Но искать ее Они и не пытаются Наталья работает Продавцом в магазине Уже давно Говорит Рядом находятся Две школы И часто ученики Приходят и просят Продать им сигареты Или спиртное Но на их просьбы Она всегда отвечает Отказом Я естественно Прошу паспорт Даже вчера был случай Когда молодой человек Сейчас дети Так быстро растут Что не скажешь ему Что нет 18 Приходит Я прошу Предоставить паспорт Он вчера Показал мне паспорт Но Я попросила его Посмотреть год рождения На это он улыбнулся Скажет Что я не могу дать вам паспорт Но все-таки Я посмотрела год рождения И мне было 18 Всего лишь 16 лет Рассказывает Предлогов Под которыми Они просят продать Пиво или сигареты Много Ссылаются на заболевших Или занятых родителей О том, что несовершеннолетним Запрещено продавать спиртное Знают, пожалуй, в каждом магазине За продажу алкоголя Несовершеннолетним Предусмотрен штраф А с 1 января этого года В действие вступило Постановление правительства О запрете на продажу алкоголя После 22.00 У подросткового Или детского алкоголизма Есть свои особенности Говорят специалисты У детей Алкогольная зависимость Развивается в 5 раз Быстрее, чем у взрослого И здесь очень важно Внимание родителей к ребенку И к проблеме в целом Татьяна Коркина Егор Бекерский Тимофей Чекан Проект Точка отчета Большинство школьников С гордостью могут сказать Что они разбираются в оружии Ведь они столько времени Проводят за компьютерными играми Разрабатывая и реализовывая Боевые операции в кибермире К 18 годам Они получают реальный шанс Попробовать свои силы На практике В армии И если раньше молодые люди Задумывались Служить или не служить То сегодня все больше Юношей выбирают вооруженные силы Кто-то как обязательный этап В жизни становления мужчины А кто-то И как будущую профессию Огонь из пистолетов Пулеметов И гранатометов На войсковом стрельбище Отрабатывают свои навыки Военнослужащие Объединенной группы российских войск За ними наблюдает Учащийся одной из столичных школ Так традиционно В ОГРВ проводится День открытых дверей Раньше мы выставляли Единицы техники Для просмотра Сегодня решили показать В динамике Оружие, применение То есть идут плановые занятия И вот мы не мешая Этим плановым занятиям Хотим показать Как все действует Вот в реальной Среди школьников Выделяется парень В военной форме Кирилл Олейник Рассказал Его дед и отец Военнослужащие Поэтому, во-первых Прийти в повседневной одежде На стрельбище Он просто не мог А во-вторых Свою дальнейшую судьбу Он планирует связать С вооруженными силами Кто станет на защиту Родины Если вдруг Что-то начнется Не дай бог Мы должны постоять За себя За свою семью За мам За детей Которые будут Больше некому Такого же мнения Придерживается И большинство Экскурсантов Они говорят Страха перед будущей Службой У них нет И после окончания Школы Многие из них Пополнят ряды Вооруженных сил Девчонки Уже 115 дней Евгений Гриднев Живет по строгому Расписанию Носит военную форму Изучает уставы Еще полгода назад После окончания Одного из столичных Техникумов Перед ним стоял вопрос Куда пойти дальше Тщательно обдумав Он сделал выбор В пользу армии Так 20 декабря Он впервые Пересек КПП Ожидал что будет Конечно тяжело Но оказалось Что это не так На гражданке Конечно много рассказывали Про армию Ну Что там Избивают Бьют Ну Тут конечно Такого нету Познакомился с ребятами Как только вышел С карантина Съездили с ними На полигон Там же со всеми Познакомился Перемены в сыне Замечают и родители Говорят он возмужал И стал самостоятельнее То что армия Дисциплинирует Подтверждает Еще один военнослужащий Евгений Гацалюк В артбригаде Уже 9 месяцев За это время Он вырос до сержанта Хотя многие Из его призыва До сих пор рядовые Военному делу Необходимо учиться В случае войны Чтобы мы могли За себя постоять Если мы не будем Ничего иметь Нас просто завоюют И будем В плену других Подчиняться им За качественным пополнением Армии Солдатами-срочниками Следят военкоматы На них эта задача Была возложена С 1918 года 8 апреля 95 лет назад Декретом Совета Народных комиссаров Были учреждены Волостные Уездные И окружные Комиссариаты По военным делам С тех пор Мало что изменилось Разве что Весенний призыв Молодые люди Нашего времени Получили преимущество В отличие от своих Сверстников Прошлых лет Если бы молодой человек Поступить в высшие Учебные заведения Так как он подлежал Призыву осенью Сейчас шансы На поступление У всех равные После прохождения Медкомиссии Одиннадцатиклассники Получают повестку И могут попробовать Свои силы При поступлении В ВУЗ После вступительных Экзаменов Они должны прийти С результатом В военкомат И получить Либо отсрочку От армии Либо проследовать Для прохождения Воинской службы Здесь говорят Отсрочка Не распространяется На выпускников Среднеспециальных Учебных заведений Этим молодым людям По достижению Восемнадцати лет Уже такая возможность Не предоставляется Они призываются В ряды вооруженных сил Так как они получили И среднее образование И получили Профессиональное образование В этом году Призывная комиссия Продлится с 1 апреля По 10 августа В военкомате Ежедневно осматривают До 50 школьников Среди тех Кто проходит медосмотр И Данил Браснебрада Молодой человек Утверждает Он уже определился С тем Чем займется По окончанию школы После того Как я окончу школу Я собираюсь поступить В военный институт Закончить его И работать Создать свою жизнь С вооруженными силами Проднестровской Молдавской Республики А вот еще один Молодой человек На комиссию Он пришел с группой поддержки С бабушкой Она говорит Что поможет врачам Поставить правильный диагноз Своему внуку Ну конечно переживаю Переживаю А почему? Ну как почему? Ребенку только 18 лет еще Знаете как? Бабушка Как мама За свое дети Наверное переживает Я тоже переживаю Однако таких случаев Единицы Говорят в военкомате В основном Молодые люди Принимают решения Самостоятельно И осознанно Согласно традиции Первое отправление Вооруженной силы Пройдет в конце мая С мемориала славы Данил Гаврилович Мы включаем вам повестку И с этой повесткой Вы должны 9 августа 2013 года Прийти в военкомат Для прохождения Военной службы В воинских подразделениях Республики Завершились плановые учения В их рамках Подразделения Отрабатывали Введение огня По обозначенным целям Как с закрытых Огневых позиций Так и прямой наводкой За ходом учений Наблюдал глава государства Все стреляет Все функционирует Личный состав обучен Поэтому мы будем Стараться сделать так Чтобы у нас стали Регулярными стрельбами И чтобы было чем стрелять И была возможность Приверять соответствующий опыт Который необходим На командном пункте Главнокомандующий Смог оценить Качество выполнения Артиллеристами Боевых задач Степень согласованности И слаженности Действий воинских подразделений В ходе общения С военнослужащими Президент выразил Благодарность Занесения службы Безусловно Это профессионализм Но что было бы Если бы во время призыва Они уклонились От срочной службы Александр Кожухарьки Мафетчикан Егор Пикерский Проект Точка Отчета От профессионализма Силовых ведомств Приднестровья Зависит наша безопасность Поэтому к обучению силовиков У нас в стране Относятся с большой ответственностью Уделяя больше внимания Практическим занятиям О двух самых нетипичных Вузах республики Вам расскажет Александр Комплеева Для некоторых Служить своей родине Это призвание Для того, чтобы делать это С умом И положительным результатом Ребята поступают В военный институт Или Тираспольский Юридический институт И здесь они становятся Настоящими полковниками Есть такая профессия Родину защищать Этим афоризмом в военном институте Отвечают на вопрос о выборе вуза В этом учебном заведении Учатся настоящие патриоты Будь военным Это престижно Это красиво Также Девушкам нравится Многим Вот И Нужно защищать свою родину Это самое первое Всегда возникает вопрос Либо идти на какую-то Гражданскую специальность Но при этом Не быть уверенным В том, что тебя кто-то защитит Или же пойти на военную профессию И получить бесплатно Образование Но Вместе с тем Еще быть уверенным В том, что Ты защищаешь И ты защищен Военный институт Вуз специфичный Учиться в нем По признанию курсантов Достаточно сложно Но интересно Особое место Занимают, конечно Практические занятия Творья это так Ну тоже интересно Но практика Там Пушки Вот Особенно артиллерия Это очень Минометы Там Ну занятия Объединенных позиций Там вычисления Все это Сложно и интересно Ну конечно Не всегда все дается Но Всегда стараемся Быть на высоте Специализированные дисциплины Не единственное Отличие военного института От других вузов В учебном заведении Только бюджетные места Однако При поступлении Нужно учитывать Армия задержится Вашей жизни И вы в армии На долгие годы Первые два года Личный состав Находится На казарменном положении То есть полностью У них гособеспечение Проживание Питание Обмундирование А уже на третьем И четвертом Году обучения Мы переводим Личный состав На контрактную Систему обучения После окончания Четвертого курса Обязаны еще Шесть лет В обязательном порядке Прослужить В вооруженных силах Кстати о самом главном Выпускники института Получают два диплома О среднеспециальном Военном И высшем Гражданском образовании И это кстати Доступно только Юношам Девушек Военный институт Не берут Мы подготавливаем Наших курсантов По специальностям Командир Мотострелкового взвода Командир Артиллерийского взвода И заместитель Командира роты По воспитательной работе Гражданская Специальность у нас В настоящий момент Одна Менеджер По управлению Персоналом Помимо этого Военный институт Готовит студентов Госуниверситета По программе Офицеров запаса Они по окончании Обучения Получают военный билет Но само положение Студента при институте Отлично от положения Курсанта Так сказать Программа лайт А это Тираспольский Юридический институт Единственный вуз В стране Который готовит Кадры для Правоохранительных органов Статус высшего Учебного заведения Институт получил Всего 10 лет назад Хотя в общей сложности Учреждений Уже больше двух десятков лет За это время Институт выпустил Больше двух с половиной Тысяч специалистов Дмитрий Орлов Милиционером мечтал Быть с самого детства По примеру отца Сейчас Дима Учится на первом курсе ТЮИ О профессиональных Качествах милиционера Пока говорит не уверенно Не хватает Практических знаний Оперативный розыскник Должен Во-первых Быть профессионально Профессионально Работать Во-вторых У него должно быть Какое-то Читье Должен опережать Преступников Все Их Как бы Планы Должен заранее Уже Продумывать А вот курсант Кирилл Соболев В конце обучения Уже познакомился Со всеми подводными Камнями Работы в уголовном розыске Однако Несмотря на все трудности Кирилл уверен Что не ошибся В выборе вуза И будущей профессии Я готов посвятить Свою жизнь Этой работе Мне нравится быть Именно Оперуполномоченным Уголовного розыска Бороться с преступностью Это работа Где ненормированный Рабочий график Мы не сидим на месте То есть Всегда в делах Всегда чем-то занимаемся Специфика работы Милиционера Обуславливает И неординарность Его обучения Так многие занятия Имеют практическую направленность Например Студенты изучают Криминальную среду Сленг И татуировки Преступников Обучение Помимо теоретической Направленности Обуславливает Еще и Обязательном порядке Практическую направленность Мы задействованы Во всех мероприятиях Проводимых Системой Министерства внутренних дел Ежегодно Набор по специальности Зависит от Предложений Минпроса А также от Потребности Министерства внутренних дел В определенных кадрах В этом году Мы осуществляем Набор только По двум специальностям По правоохранительной деятельности Оперативно-доскной деятельности И административной деятельности Это направление Участковый инспектор милиции И сотрудник уголовного розыска Это наиболее востребованные В данном случае Сейчас Специальности На нашем рынке И даже на эти специальности Выделили всего 90 мест На дневную форму обучения И 35 мест Для слушателей-заочников Безусловным преимуществом ТЮИ является Полностью бесплатная Форма обучения Для курсантов Также по окончании Юринститута Их обеспечивают Рабочими местами С учетом пожеланий Выпускников Потребности МВД И других силовых структур И в этом институте Для девушек Пока нет специальности Последние годы Набор производится Только для юношей Есть конечно Определенная необходимость В милиционерах Девушках Но работа очень сложная Поэтому основной упор Мы делаем на ребят Тираспольский юридический институт И военный институт Вузы для настоящих мужчин Впереди у курсантов Нелегкая служба На благо страны И судя по тому Как ребята настроены Мы можем спать спокойно Александра Комплеева Александр Тыш Для проекта Точка отчета Неразделенные чувства И алкоголь В больших количествах Стали причиной Несостоявшегося Террористического акта В столице Мужчина Заперся в одном из баров В центре Тирасполя Требуя встречи С бывшей сожительницей В случае Если она не придет Обещал взорвать здание Ему таки не удалось Поговорить По душам Женщины Так как вместо нее На незапланированное свидание Прибыл Абрун Днестр В минувшую субботу Около восьми утра В дежурную часть УВД Поступил звонок Женщина сообщила Что ее бывший сожитель Незаконно проник Принадлежавший ей бар И угрожает взорвать заведение Если она не приедет К нему навстречу Я не понял Ничего на чем Он просто угрожал Он плакал Он был в истерике Говорит Не терять неча Приходи Надо поговорить Он перед этим приходил К ней домой Тоже Стучался в дверь Говорит Надо поговорить И через окон Не угрожал К месту происшествия Прибыли службы экстренного реагирования Скорая помощь Пожарный расчет И аварийный спасательный отряд Сотрудники милиции Оцепили место происшествия С расположенных рядом С баром автостоянкой И автомастерской Были эвакуированы люди Обследование территории Показало Взрывоопасных предметов Не обнаружено Было принято решение Штурмовать здание Прибывшие на место бойцы Отдельной бригады Особого назначения Днестр Выбили металлическую дверь Оккупирующий бар мужчина Начал угрожать Якобы находящийся в кармане Гранатой Спецназовцы Отвлекли его И обезвредили Вот сейчас Когда мы проводим Разбирательство Действительно Один из баллонов Один из газовых баллонов Который находился На улице Он предварительно Его отключил Пронес его В помещение Кафе-бара И при условии Если сотрудники милиции Должны были проникнуть В помещение Он грозился Открыть баллон С газом И поджечь То есть взорвать помещение Сейчас мужчину ждет Прохождение психиатрической экспертизы Параллельно идет сбор Необходимой информации По итогам Будет принято решение По какой статье Уголовного кодекса Квалифицировать Действия задержанного Александр Кожухарь Проект Точка отчета Что получится Если объединить Кантри Ритмэнблюз Госпел И буги-вуги Над этим вопросом Американские музыканты Задумывались еще В сороковые годы Века двадцатого Однако ответ Сумели найти Лишь в начале Пятидесятых Так путем долгих Музыкальных экспериментов На свет появился Рок-н-рол К слову На днях Тринадцатого апреля Как раз отмечали День его рождения О рок-н-ролле И тех Кто его создавал Сюжет Ирины Полесики Жизнь в стиле Рок-н-рол Под аккомпанемент Фортепиано Электрогитары Контрабаса Ударных И саксофона Характерный музыкальный размер В четыре четверти И темп До 180 ударов в минуту Рок-н-ролле Как новом направлении В музыке Впервые заговорили В 1953 Тогда в поисках Уникального звучания Американский певец Билл Хейли И его группа The Comets Записывают сингл Crazy Man Crazy Смесь белой музыки Country И черный Ритмин Блюз Занимают 12-ю строчку В хит-параде США Эта песня Считается Первой композицией В стиле рок-н-рол Попавшей в чарты В 1955 году С нотных тетрадей Билла Хейли Слетает новый хит Рок вокруг часов Эта композиция Оказывает сильное влияние На развитие Всей рок-н-ролльной музыки И становится Одним из ее Основных стандартов Поп-рок Панк-рок Харт-рок Разные жанры Одного музыкального направления Рока Они своим происхождением Обязаны рок-н-роллу 1954 год На площадке кинокомпании Мэтра Голденмайер Идут съемки фильма Тюремный рок В главной роли Элвис Пресли Позже эту музыкальную сцену Критики назовут Лучшей из всех 30 кинофильмов С участием артиста Съемки в фильмах Концерты Тысячи пластинок Еще год назад Обо всем этом Молодой парень из Мэнтиса Элвис Аарон Пресли Мог только мечтать Теперь он звезда Звезда рок-н-ролла Обладатель уникального тембра Пресли не просто исполнял музыку В стиле рок-н-ролл Он танцевал его Однако певец был не единственный Кто выводил новое направление На танцплощадке В 1955 году На экраны американских кинотеатров Выходит фильм Школьные джунгли Где впервые наглядно Показывают танцевальные движения И элементы рок-н-ролла Кроме того В середине картины И титра С ней звучит хит Билла Хэмми Яркая картинка И зажигательные ритмы Делают свое дело Рок-н-ролл Становится популярен Среди молодежи Соединенных Штатов Смесь джайва, свинга и буги-вуги Так о рок-н-ролле говорят танцоры В принципе буги-вуги Это есть родоначальник Рок-н-ролла Буги-вуги Вот это Кручение, вращение Движение Скольжение То есть Свингующее Что такое свингующее Это когда ты качаешься Вправо-влево Как маятник И в принципе так Оно и получается Партнер в центре А партнер Что она как маятник Качается вправо-влево Танец, как и сам рок-н-ролл Имеет афроамериканские корни Отсюда и ритм И сложность движений И акробатические элементы Рок-н-ролл Это один из самых трудных танцев Он еще и самый сильный По физическому вкладыванию То есть Приходится вкладываться Настолько мощно Что по идее Уже нет сил Вот не может быть А должно быть И в этот момент Как бы ты понимаешь Что в этом танце Ты не просто должен выложиться Ты У тебя поднимается Какое-то ощущение То есть По типу второго дыхания Но скорее эмоционального Второго дыхания Нежели физического Спортивного И начинаешь выкладываться И оно потом сохраняется дальше После конкурса Конкурс сохраняет Дальнейшее это ощущение Несмотря на всю сложность Интерес к солнечному танцу Не иссякает Ежегодно Всемирная рок-н-ролльная Конфедерация В которую входят Более 30 стран Проводит чемпионат Европы и мира По этому направлению На соревнования Мирового уровня Татьяна и Олег Булавкины Не стремятся Да и рок-н-ролл Пара пока не освоила Зато джайв И буги-вуки Танцуют на одном дыхании Вот уже пятый год На занятия танцами Пара приезжает Из Слободзеи Несколько раз в неделю Это при том Что в семье Трое детей Хотелось бы Чтобы не только дети Чтобы все танцевали И в нашем возрасте Тоже нам Ну мы так По секрету скажем Нам под 50 уже Как бы Но это нормально Так что в любом возрасте Можно начинать Можно научиться Резкий взлет В 50-е И незабвенность Длиной в десятилетия Как и полвека назад Рок-н-ролл Слушают Танцуют И играют Пусть как в современной Обработке Но кто сказал Что новое Это нехорошо забытое старое Мне кажется Как раз таки Рок-н-ролл Это когда Это образ Такого мышления Когда человек делает То что ему нравится Старается делать То что ему нравится Понятно что у нас У всех есть какие-то Обязанности Дела Которые нам Необходимо Нужно сделать Но если у тебя Получается делать То что тебе нравится То что ты любишь Тогда ты Рок-н-ролл Сто процентов Ирина Полетика Дмитрий Глухенький Проект Точка отчета Такую минувшую неделю Увидели журналисты Первого Приднестровского Следующий обещает Быть не менее Богатой событиями Обо всем Что еще интересного Произойдет в Республике И мире Уже через неделю Все всегда Только вовремя В проекте Точка отчета Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова